Лекция по Шримадбхагаватам, песня 3, глава 25, текст 12, прочитанная его божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой, 12 ноября 1974 года в Бомбее. Перевод. Байтрея сказал, услышав о чистом желании своей матери осознать трансцендентную природу души, Господь мысленно поблагодарил ее за вопросы и с улыбкой на лице стал рассказывать о пути, которым идут трансценденталисты, стремящиеся к самоосознанию. Итак, трансценденталисты, преуспевшие в духовной жизни, слыша вопросы от людей, желающих понять духовную жизнь, преисполняются счастьем. Трансценденталисты не интересуются мирскими разговорами. Для них это отвратительно. Они избегают таких компаний, где говорят чепуху на мирские темы. Шри Чайтанна Махапрабху советовал своим ученикам грамму-катха. Грамма это то, что касается деревни, общества, соседства. Людям интересно говорить грамма-катху. Грамма образуется от слова грамма. Например, газеты. Газета наполнена грамма-катхой. Там не говорится о духовном понимании. Здесь у нас выпускают газеты 4-5 страниц. В Соединенных Штатах у них газеты как журнал, наполненные грамма-катхой. Был сделан подсчет, чтобы выпустить один номер Нью-Йорк Таймс. Нужно очень много убить деревьев, потому что сейчас не хватает бумаги. Почему? Потому что они убивают деревья, чтобы издавать вот эти газеты, наполненные грамма-катхой. Бесполезно. Они делают прибыли. Преданные бхагаваты говорят так. Люди очень красиво говорят образно, метафорично, художественно. Читрападам. Но в этом нет даже намека на Кришна-катху. Есть два вида катхи. Грамма-катха и Кришна-катха. Это любое произведение, которое с точки зрения литературной, очень грамотно, художественное, написано изысканным языком, но в котором не прославляют Верховного Господа, на прагни такархи чит, тадвая самтиртхам. Тадвая самтиртхам. Оно подобно месту для наслаждения ворон. Даже в обществе птиц есть вороны и есть лебеди. Вы увидите, что ворон интересуют в местах грязные, где выбрасывают мусор. Какие-то отвратительные вещи выбрасывают на свалку, туда слетаются вороны и наслаждаются этим. Такова их природа. Но лебеди туда не прилетят. Белые лебеди им нужна очень хорошая чистая вода, где растут лотосы, где цветут сады. Вот такие места их интересуют. Точно так же есть и вороноподобные люди, а есть люди, подобные лебедям. Манаса означает те, кто живут на Манаса-Саровре. В Бомбее я не нахожу таких мест, но даже в странах запада, особенно в Лондоне есть много хороших парков с очень чистой водой. В Америке тоже. Везде, где европейцы расположились, в Сиднее, в Австралии, много хороших парков с прудами. Раньше и в Индии также. В Тар-Идвараке, в Матхуре были парки. Парки необходимы для чистоты ума. Так факт в том, так же, как есть разновидности птиц, вороны, а так же есть птицы, лебеди, белые лебеди. Птицы одного пера селятся вместе. Это английская поговорка. Вороны будут общаться с воронами, а лебеди с лебедями. Поэтому преданные это лебеди. И самые возвышенные преданные именуются хамсами, парамахамсами. Хамсы не интересуются тем, что интересует ворон. Поэтому хамса, парамахамса, когда он слышит вопрос от человека о трансцендентном Шрея Уттамам, дасмат-гурм-праваддита джигня-шу, сриям-уттамам, если человек интересуется, жаждет узнать о трансцендентных темах Кришна-катхея, то тот, у кого он спрашивает, исполняется радостью. Капилл-дев, поэтому когда Капилл-деву услышал от своей матери множество хороших вопросов, как спастись от материального рабства, от этой обусловленности саммоха, Мы обсуждали этот стих. Такой процесс. Мать не приказывает сыну. Не важно, сын он или кто-то еще. Когда человека интересует уттамам, шрея и прея, есть две категории, шрея и прея. Например, детям нравится играть, это называется прея. Но шрея, что это такое? Это значит, что им нужно ходить в школу, получать образование, чтобы в будущем у них было все хорошо. Это называется шрея. Человека должна интересовать шрея, а не прея. Иначе это не человеческая жизнь. Что такое прея? Это то, что приносит мне наслаждение моим чувствам прямо сейчас. Ахара, нидра, бхая, майтуна. Нам необходимо все это, нам нужно что-то есть, чтобы поддерживать тело. Но мы не должны приучать себя к очень вкусной пище. Нет, это не нехорошо. Чайтанья Махапрабху советовал своим ученикам никогда не ешьте очень вкусной пищи. Никогда не участвуйте в деревенской болтовне. Какие-то романы, литература, газеты. Он запрещал это. В нашей обществе нет газет. Возможно, вас это удивит. Как это так? В нынешнее время, особенно среди европейцев, американцев, они не проявляют интересы к газетам. В их стране, если человек не получит газету, это ужасно. Это кошмар. Газеты настолько популярны в странах Запада. Столько газет. И каждая газета издается огромными тиражами. И все это продается. Но вы увидите, что эти юноши, американцы, которые пришли в сознание Кришны, они отвергли эти газеты. Никаких больше газет. Потому поскольку там нет Кришна-катхи, им не нравится читать это. Это называется Бхактии Парешана Бхава. Это критерий. Мы не знаем, что происходит каждый день. Это не важно. Эти газеты, это не важно. Это пустая трата времени. Лучше потратить это время на то, чтобы читать такие книги, как Шримад Бхагва, там, Бхагаваддита. Вы получите благо. Зачем вам тратить ценное время к своей жизни. И Капилла Дева был очень доволен. Когда он увидел, что мать интересует только духовное продвижение, Ниравадья, Авадья, Ниравадья, услышав вопрос, какой вопрос? Пумсам Апаварга Вардханам. Отвечая на этот вопрос, он сказал, тот, кто услышит эти ответы, которые я дам, это очень-очень благоприятствует освобождению, Апаварга. Материальный мир называется Паварга. И освобождение из материального мира называется Апаваргой. Паварга значит Па-Пха-Ба-Бха-Ма. Это называется Паварга. Такова структура алфавита. Он состоит из Ска-Варги, Ча-Варги, Та-Варги. Из пяти Варг. Из Паварги. Материальная жизнь называется Паварга. Па-Пха-Ба-Бха-Ма. Па значит Паришрама. Тяжелый труд. Труд настолько тяжел, что Па, Пена, как у лошадей иногда видно. Их пена идет изо рта. Иногда мы тоже работаем до пены во рту. Это называется Па-Ба-Ма. Ба значит Бхая. И Ба значит Вьяртха. Вьяртха значит тщательность. Ради чего они так много трудятся? Великие люди, у них нет времени. Серьезные бизнесмены. Я видел в Нью-Йорке серьезные бизнесмены. У них нет времени должна поесть. Они едят какой-то сухой хлеб и выпивают чашку чая. Но он работает очень тяжело. Денной ночи. Па-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба-Ба И «ма» означает «мритью», «заканчивается смертью». Такова материальная жизнь. Паварга. Если вы хотите это всё остановить, то это называется «апаварга». Здесь говорится «апаварга вардханам». Как усилить интерес к освобождению. Люди настолько отупели, они не понимают, что значит освобождение. Они не понимают. К животное, например. Если животному сказать, что существует освобождение, что оно поймёт? Оно не поймёт. Это просто невозможно для него. Точно так же в настоящий момент человеческое общество в точности уподобилось животным. Они не знают, что значит «апаварга» или «освобождение». Но было время, когда люди понимали, что человеческая жизнь предназначена для «апаварги». «апаварга» — прекращение «па-па-ба-па-ма». Это называется «апаварга вардханам». Вопросы, которые задала Девахути и ответы, данные Капила Девы, это «апаварга вардханам». Вот чего нужно желать. Это наставление всех веков. Все должны стараться достичь апаварги, прилагать все усилия для этого. А как же мне поддерживать своё существование? Шастра никогда не подчёркивает необходимость поддерживать себя. Шастра говорит, что это придёт само, оно уже есть. Это придёт. Но у нас нет веры в это, что Бог дал. Он даёт пищу даже животным, птицам, деревьям, всем. Так почему Ему не дать вам? Лучше посвятить время апаварге. У людей нет веры, нет такого образования. Поэтому необходимо хорошее общение. Не общение с воронами, но общение с лебедями. Тогда приходит этот разум. Итак, движение сознания Кришны означает создание общества лебедей, а не ворон. Не ворон. Вороны этим не интересуются. Их интересует отбросы мусор. Вот это их интересует. Как, например, мы, поев, выбрасываем листья, какие-то остатки. На это слетаются вороны, собаки прибегают. Вот это их интересует. Здравомыслящий человек не пойдёт туда. Но туда сползутся собаки, слетятся вороны. Таков этот мир. Пунах, пунаш чарвито чарвананам. Жевание пережёванного. Например, вы пожевали сахарный тростник и бросили его на улицу. Но если кто-то подойдёт и снова начнёт его жевать, то он глупец. Вы должны понимать, что сока там уже нет. Высосали всё. Что вы получите, пережёвывая это? Но есть такие животные. Они хотят снова жевать. Итак, наше материальное общество означает «жевание жёванное». Отец даёт образование своему сыну, чтобы тот зарабатывал на жизнь. Он женит его, устраивает его. И он знает, что такое дело, зарабатывание денег, женитьба, зачинание детей. Я всё это делал, но я не удовлетворён. Так почему я занимаюсь своего сына этим же? Это называется пережёвывание жёванного. Мы пережёвываем то же самое. Мне это не принесло двойтворение, но почему я занимаюсь своего сына этим же? Настоящий отец — это тот, кто не позволяет своему сыну желать пережёванное. Это настоящий отец. Это настоящее противозачаточное средство. Мужчина не должен желать стать отцом, женщина не должна желать стать матерью, пока они не способны спасти своих детей от неизбежных ус смерти. Это долг отца и матери. И как же можно спастись, если мать и отец вместе будут давать образование своему сыну, учить его сознанию Кришны, тогда он может быть спасён. Это долг отца и матери. Аповарга-вардмани, чтобы учить его так, чтобы не было больше поварги. Паришами, пхены, бхай, вьяртата, мараны, это называется апповарга-варданом. Это настоящая человеческая жизнь. Человеческое общество должно давать такое образование, чтобы апповарга-варданом, чтобы люди постепенно двигались к освобождению вот этой человеческой цивилизации. В противном случае это цивилизация кошек и собак. То же самое. Снова есть, совкупляться, спать, умирать. Как обычно происходит. Еда, сон, сексуальная жизнь, защита и смерть. Все это свойственно кошкам и собакам. Но человеческая жизнь предназначена для других целей. Помимо этого, конечно, у нас есть тело, мы должны его поддерживать. Не нужно думать, что мы должны им пренебрегать. В нашем обществе мы не советуем пренебрегать своим телом. Но не нужно без необходимости только и делать, что поддерживать его. Например, мы читаем эти книги Шимад Бхагаватам. Девахути спрашивают у Капила Деву. Почему? Потому что он обидья, он прекрасно знает, как достичь освобождения. Так люди, которых это не интересует, здесь, в этом храме, ожидается, что сюда придут люди, не животные. Кошки и собаки не могут сюда прийти. Итак, всякий, кто не пользуется преимуществами наставлений о бхивьях, просто кошки и собаки, они не люди. Здесь, особенно в Индии, есть замечательная литература, ведическая литература. И суть ведической литературы Шимад Бхагаватам. Нигама Калпатару Галитам Фалам. Нигама значит веды. Нигама сравнивается с деревом. Нигама Калпатару. Калпатару означает дерево желаний. Благодаря ведам вы можете получить всевозможные образования, всевозможные знания, поэтому веды называются Калпатару. Как и у дерева, есть плоды, спелые плоды, как у манго. Есть плоды, есть зеленые манго, а есть спелые манго. Нас привлекает именно спелая манго. Итак, Шимад Бхагаватам и является спелым манго древа желаний ведического знания. И все знают, что если спелый плод на дереве надкушен попугаем, то он становится вдвойне вкусным. И вот Шукадева Гасвами, Шука Пакши, Шука значит попугай, он говорит, это рекомендация. Так людей это не интересует. Великому сожалению, в Индии, где есть эти тексты, где мудрецы, святые, люди оставили для нас такие прекрасные книги, где вершины всего образования, Шимад Бхагаватам. Их это не интересует. Их интересует литература Маркса, не Бхагаватам. Это несчастье Индии. Так или иначе, если кого-то это интересует, это удачливый человек, потому что такие наставления, доступные в Шимад Бхагаватам, или в Бхагаватгите, они Апаваргаварданам. Апаваргаварданам. Пумсам Апаваргаварданам. Для людей, для всех людей. Пумсам. Когда человек действительно продвинул в духовном знании, кто-то приходит к нему, чтобы спрашивать, поскольку такова система, таковы наставления. Когда человек приходит к трансценденталисту, чтобы вопрошать его о Шрея Уттамам. Уттамам значит «трансцендентная тема». Тот, то есть трансценденталист, преисполняется радости. Он очень счастлив. Тот, кто внимательно слушает о духовных темах, доставляет великую радость духовному учителю. Итак, Капилла Дева испытал величайшее счастье, видя, что его мать так горит желанием постичь духовные вопросы. Поэтому он поблагодарил ее. Моя дорогая мать, спасибо тебе большое. Тебе так интересует тема. Поскольку людей не интересует. Но когда он увидел, что глава его семьи, его мать, проявила к этому интерес, он так обрадовался. И поэтому он поблагодарил ее. Спасибо тебе, мама. Атма-ватанг, шатанг-гути. Потому что ты хочешь узнать от меня о темах, которые одобрены Атма-ватанг. Атма-ватанг означает «людьми, постигшими себя». Никто не может попрошать о уттамам, ше-уттамам, без познавших себя душ. Всех интересует лишь то, что приносит наслаждение здесь и сейчас. Я хочу попробовать что-то вкусное, усладить свой язык. Так и неважно, можно это есть или нет. Как свиньи. У них есть вкус, как скременка. Им нравится это. Им нравится это сразу. Я думаю, индийцы знают, когда они идут в поле опорожнять кишечник. Свинья ждет, желая насладиться этим. Они так привязаны к этому. Точно так же мы хотим наслаждаться всем, как свиньи, без разбора, поскольку люди не совершают тапасию. Тапасия. И эти темы, духовные темы, духовное познание подразумевают тапасию. Тапасия. Но это сделано легкодоступным Чайтани и Махапрабху. Он облегчил этот куч. Немного тапасии. Немного тапасии. Просто Кришна больше интересует аповарга-вартмани, путь освобождения, чтобы мы шли по нему. И он дал нам очень простой метод повторения Харе Кришна. Тем не менее, нам нам кари-махапху бахудар ниджа-сарбхашакти татрар-бита ниямита смаранай-накала и практика повторения Харе Кришна. И практика повторения Харе Кришна в ней нет каких-то строгих правил. Ниямита смаранай-накала. Вы можете делать это в любое время. Вы можете повторять святые имена и достигнете совершенства. Небольшая стеза трудностей. Но у нас нет интереса к этому. Будучи оскверненными Кали-югой неудача в том, что у меня нет влечения к этому. Поэтому Копиладев или его представитель, когда он видит, что у кого-то есть хотя бы небольшой интерес, ему это очень нравится, и он благодарит его. Спасибо тебе большое. Потому что людей не интересует это. Когда Копиладев увидел интерес у своей матери, он поблагодарил ее. не открыто, но в душе своей он поблагодарил. Спасибо, мама, за твой горячий интерес. Абхинанда Атмаватам Сатангати О чем она спросила? Атмаватам Сатангатам их путь. Тогда он начал говорить, поскольку он был очень доволен. Ишат Смита он улыбался. Спасибо, мама, тебя так интересует это, я буду говорить. Поскольку он воплощение Бога Копиладев конечно же он был юношей. Его лицо стало очень красивым. Отвечая на этот вопрос, он похорошел он от природы красив, но когда он улыбнулся, будучи довольным вопросом своей матери, он стал прекрасным. Шоби-таном. Точно так же Кришна и Копиладева между ними нет разницы и Кришна тоже становится прекрасным. Он уже красив, но когда преданный служит ему, когда преданный приходит к нему, он также становится прекрасным. Когда преданный сердцем, душой служит Кришне, одевает его, кормит его, предлагает ему цветок, Господь улыбается. Если вы сможете обрести Кришну, если Кришна хотя бы раз улыбнется вам, вы достигаете цели своей жизни. Кришне 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 Кришне